Братья и сестры, друзья, вначале я прочитаю короткий текст Священного Писания, а потом будут у меня тексты другие, побольше. Второе послание к Олимпианам, 4 глава, 8 стих и вторая половина этого стиха. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Апостол Павел говорит о себе, о своих сотрудниках. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов» и прослеживаем все миссионерские путешествия апостола Павла, действительно, мы видим, что много у него было отчаянных обстоятельств, трудных. Много раз смерть глядела ему в глаза. И в тех обстоятельствах, в которых он был и его сотрудники, обычным людям свойственно отчаиваться. Но он говорит, что мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Друзья, можем ли мы церковь XXI века, последних времен, можем ли мы это слово брать для себя в назидание? Как вы считаете? Или это слова апостола Павла? Он был в отчаянных обстоятельствах, и он не отчаивался. А мы, ну, если у нас попадутся отчаянные обстоятельства, мы будем общаться. К нам это относится? Аминь, братья и сестры. Относится? Смотрите, Мартин Лютер сказал об апостоле Павле. Мартин Лютер, это реформатор XVI века, он сказал, хотя он и апостол Павел, но всё же человеком был. Действительно, я считаю, что апостол Павел был один из самых выдающихся служителей Нового Завета, и он много потрудился. Бог через него много совершил, но всё же он был человек. И будучи человеком, находясь в отчаянных обстоятельствах, он, тем не менее, не отчаивался. И вот теперь он пишет в назидание нам, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Это назидание для нас, чтобы и мы были, когда мы попадём в отчаянные обстоятельства, чтобы мы не отчаивались. Что такое отчаянные обстоятельства? Слово отчаяние, это означает безнадёжные обстоятельства. Отчаяние – это надежда. Старое слово славянское, сейчас мы не употребляем, мы говорим надежда, да? И вот получается, что отчаянные обстоятельства – это безнадёжные обстоятельства. Это когда ты идёшь, и твой путь утыкается в стену, и эта стена вправо-влево, её не обойти, и через неё перелезть невозможно, и прохода нет, и всё. А тебе нужно идти, но пред тобою тупик. Это есть не что иное, как отчаянные обстоятельства, безнадёжные. Ты шёл туда, тебе нужно дальше двигаться, а ты не можешь. Выхода нету. Это когда впереди в твоей жизни такие обстоятельства, где тьма, и ни единого лучика света, чтобы что-то хоть осветить. Вот это отчаянные обстоятельства. И отчаяние, что такое отчаяние? Вот определяет так, это душевное состояние крайней безнадёжности. То есть надежды нет в душе человека. Безысходность, отсутствие какой-либо перспективы, полная потеря, утрата, отсутствие всякой надежды. Вот что такое отчаяние. Итак, друзья, братья и сёстры, Бог через апостола Павла говорит нам, чтобы когда мы, если мы попадём в отчаянное обстоятельство, чтобы мы не отчаивались. Я хотел спросить, а вот смотря на свою жизнь, у кого в жизни были вот такие тяжёлые отчаянные обстоятельства? Поднимите, пожалуйста, руку, у кого были отчаянные обстоятельства. Друзья, я вижу немного тех, которые были в отчаянных обстоятельствах. Но остальные не расстраивайтесь, у вас ещё будут отчаянные обстоятельства. Потому что церковь в этом мире, она идёт по такому пути, когда отчаянные обстоятельства в её жизни будут встречаться. И я так понимаю, что при приближении пришествия Господа нашего Иисуса Христа, тьма ещё больше будет сгущаться в этом мире, духовная тьма. И обстоятельства в нашей жизни отчаянные обязательно будут. Так что это слово, которое сегодня я буду говорить, которое звучит со стороны Священного Писания, оно для нас, чтобы мы научились, если, когда мы попадём в наши отчаянные обстоятельства, чтобы мы не теряли надежды, чтобы наш дух не падал, не унывал. Вы знаете, отчаянные обстоятельства некоторых людей, но большинство это неверующих людей, они приводят даже к самоубийству. Всё, тупик, дальше жизни нету, я не могу дальше идти, всё, конец. Но в христианской жизни апостол говорит, когда мы попадаем в отчаянные обстоятельства, дети Божьи, когда мы попадаем в отчаянные обстоятельства, мы не должны отчаиваться. И давайте мы посмотрим несколько примеров Священного Писания. Я считаю, что эти примеры, они очень красочные, такие наглядные. И давайте мы будем представлять, я буду читать и говорить об этом, представляйте эти обстоятельства, которые тоже были отчаянные, и как люди в этих обстоятельствах себя вели. Два примера отрицательных, но и один пример положительный. Давайте посмотрим первый пример, это книга Исход, книга Исход. Буду читать 14 главы. Книга Исход, 14 глава повествует о том, что израильский народ вышел из египетского плена, на Египет были посланы 10 казней, рука Божья, рука могущественная была видна, и вот они вышли, наконец они вышли, они идут, они свободны, они теперь не рабы, и они идут в страну, где течет молоко и мед. Но после египетских казней немножко египтяне опомнились и сказали, а что же мы сделали, почему мы наших рабов отпустили? И фараон вместе со своим войском с колесницами погнался за ними. И вот я читаю 14 глава книга Исход, с 9 стиха. И погнали за ним египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигло их расположившихся у моря при Пи-Гихерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне? Друзья, давайте мы представим эту картину. Уже представили, наверное, да? Они подошли, впереди Черное море, Красное море. Они подошли к этому морю, расположились с Таном. Как бы небольшой отдых. Ну вот египтяне за ними уже, они не знали, что египтяне за ними гонятся, но египтяне за ними погнались, и вот они увидели, оглянулись. Что делать? Впереди море, справа и слева горы. Друзья, тупик, стена, отчаянные обстоятельства. Весьма отчаянные обстоятельства. И они сказали, а зачем ты вывел нас из Египта? Лучше бы мы там жили бы, потихонечку работали египтянам, были в рабстве, потихонечку умирали. Мы и дети наши. А теперь нам всем здесь нужно будет, предстоит, умереть на этом месте. И мы читаем в Священном Писании, что они устрашились и возопили. Они пришли в крайний страх, они закричали, представляете? Говорят, там их было 2, может быть, даже больше, 3 миллиона человек. И они, когда увидели настигающих их египтян, войск египтян, они закричали. 2-3 миллиона закричат. Представляете, какой крик? Они устрашились, они возопили Господу и сказали Моисею, зачем все это? Теперь нам предстоит вот на этом месте умереть. Вы знаете, обстоятельство, конечно, у них было весьма отчаянное. Куда идти? Море. Справа и слева скалы, сзади египтяне. Куда идти? Что делать? Все. Конечно, у них не было оружия. У них было немного оружия, но они никогда не были воинами. Всю жизнь они прожили в Египте и были рабами, работали. Как они могли защититься? Что они могли делать? Что делать? Отчаянные обстоятельства. И вот ответ. Все. Надежды нет для них. И вот ответ Божий через Моисея. И сказали. Но Моисея сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господнее, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны. Божий ответ для этого народа – остановитесь, стойте. Перестаньте бояться. Я думаю, что каждая клеточка каждого человека, организма была наполнена страхом, ужасом. Все, смерть нам пришла. Нас сейчас взрослых здесь перебьют, детей всех заберут, обратно уведут в Египет. Бог говорит через Моисея, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господнее. Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны. Как быть спокойными? Братья и сестры, давайте вспомним наши отчаянные обстоятельства. Мы были спокойны, когда обстоятельства были трудные, когда тупи, когда темнота, не знаешь, что делать. Бог говорит, Божий ответ гласит, а вы будьте спокойны, успокойтесь, не кричите, не бойтесь. Вы знаете, нам со стороны как-то просто на это смотреть, это же не мы там были, да? Может быть, я там был, я тоже закричал, как и они. Но со стороны, я думаю, так, им нужно было не кричать в страхе и не роптать, а нужно было все вместе. Братья, давайте воззовем все, вот сейчас встанем, все воззовем. Мужи, поднимите свои руки, воззовем Господу, помолимся Богу, чтобы Он нас спас. Ведь Он же провел нас, вывел нас из Египта чудесами, казнями великими, многими. Бог всемогущий, Бог может нас спасти? Бог может их спасти? Бог мог их спасти? Я даже предположил, что Бог мог причалить сюда сейчас целую флотилию для двух миллионов кораблей, лоток. Они бы посели и переплыли, а египтяне бы стояли бы на берегу и смотрели, да? Бог может это сделать? Конечно, Он Бог, Он все может. Но вместо этого, вместо молитвы они кричали, они роптали, они устрашились, они пришли полное отчаяние. Они попали в отчаянные обстоятельства и отчаялись. Есть. Выход был? Вот сейчас у них выхода нету. Море, горы, а сзади египтяне вооруженные. Выхода нет, обстоятельства отчаянные. Но выход есть. Бог говорит, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господнее. Бог будет за вас поборать, а вы будьте спокойны. Друзья мои, что значит быть спокойными в этих отчаянных обстоятельствах? Как это? Возможно. Но смотрите, Бог не ошибается, и Бог говорит всегда правду. Вам нужно быть спокойными. Вам нужно просто вот так вот стоять и смотреть. Вы увидите спасение Господнее, что Бог соделает. И Бог соделал свое спасение. Это было чудное спасение. Бог, Он Бог всемогущий, Он Бог чудес. Он чудесными казнями, через чудесные казни вывел израильский народ из египетского плена. И здесь Бог предлагает им очередное чудо. Столб огненный и облачный стал между станом, израильским станом и египтянами. И был для них, для одних светом, для других был мраком. И они не сблизились всю ночь. И Моисей простер свой жезл на море. И воды раступились. Сильный ветер дул, и разошлись воды моря. Это чудо, друзья мои. Это не поддается нашему осмыслению, нашему логическому восприятию. Но это чудо. И воды раздвинулись. И, как говорит Писание, стеною были воды по правую, по левую сторону. Разошлись. Я даже представляю себе, что это для них было, некоторые даже, типа, как аквариум, что ли. Стена воды здесь, стена воды здесь. Там рыбы плавают. И вот они идут. И они прошли через, по сухому дну Черного моря. Это чудо. Почему чудо? Потому что Бог чудесный, Бог всемогущий. Он сотворил это море, и Он также раздвинул эти воды. И они прошли. Потом, когда египтяне покусились за ними войти в эту проторенную дорогу, то Моисей снова простёр свой железнодор на море, и воды сошлись, и египтяне все погибли. Вот так было чудесное избавление. Они вышли потом, когда вышли на другой берег, они воспели песнь. Они радовались, они ликовали, они славили Бога. Но на той стороне этого моря, на том берегу, они были в отчаянии. Они отчаялись, они возопили, они испугались, они кричали, они роптали. У них исчезла абсолютно всякая надежда. Но Бог, Он Бог надежды. И Он Бог всякого выхода из всякого тупика, из всякого безнадёжного состояния. Это первый пример. И Он отрицательный пример. Когда люди попали в отчаянное обстоятельство, и они отчаялись. Но хотя Бог их избавил. Не по их состоянию, а по своей милости. Второй пример. Это из Евангелия от Марка, 4 глава. Тоже красочный пример. Давайте мы будем себе представлять, когда я буду читать его. 4 глава, 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке с ним, были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру, и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливые, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Друзья, представили эти обстоятельства? Я скажу так, что тоже отчаянные обстоятельства. Некоторые в этой лодке, в этих лодках, они были моряки. Профессиональные рыбаки, значит, они плавали по этому морю. Море – это Генесарецкое озеро. И когда это была ночь, когда началась эта великая буря, как здесь сказано, и поднялась великая буря. Буря – волны били в лодку так, что она наполнялась водой. Иисус спит на корме. И они дают правильную оценку своего положения. Мы погибаем. Друзья мои, я не думаю, что они, вот как здесь сказано, его будут и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды? Нет, мы погибаем. Они не говорили, друзья мои. Они кричали в отчаянии, учитель, ты спишь, мы погибаем. Друзья мои, можем ли мы говорить спокойно, когда волны заливают лодку, когда буря, вот-вот мы погибнем. Они прекрасно плавали по этому морю, они знают эти бури, они прекрасно представили, что их ожидает. То есть у них был тоже крик, у них тоже было отчаяние. И они сказали, мы погибаем. И так Христос просыпается. Тот, который эту бурю послал, помните, по-моему, 105 или 106 Псалом, он речет и поднимается буря. Это он. Тот, который спал, но тот, который не спит и не дремит, храняющий Израиля, он послал эту бурю для их испытания. И вот они его будят. И вместо того, чтобы утешить их, он сказал им, да, он успокоил эту бурю, и сделалась великая тишина, он сказал, чего вы боитесь? Что испугались? Где ваша вера? В другом Евангелии сказано, маловерные. Где ваша вера? Чего вы испугались? Друзья мои, они пришли в этих отчаянных обстоятельствах в отчаяние. А Господь говорит, а вы должны были верить, вы не должны были бояться. Да, вы должны были потихонечку, без паники, без отчаяния, подойти ко мне и меня разбудить и сказать, учитель, не мог ли ты эту бурю успокоить, чтобы нам переправиться? Ты же сказал, нам надо переправиться. Не мог ли ты эту бурю успокоить, чтобы мы переплыли на ту сторону? Вот так спокойно, с доверием сказать Господу. Но они это сделали не так. Неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Господи! Что происходит? А ты спишь, мы сейчас утонем. То есть, друзья мои, когда их постигли эти отчаянные обстоятельства, они отчаялись. А Христос сказал, а вам надо было не бояться, а вам надо было просто верить. Я же вам сказал, мы переправимся на ту сторону. Разве это не означает то, что я сказал? Переправимся на ту сторону. Мы должны быть на том берегу. От этого берега мы отправляемся, но мы должны быть на том берегу. И какая бы буря ни была бы на море, мы будем там, на том берегу. Я же сказал, переправимся. И, друзья, третий пример. Ну, это тоже отрицательный пример. А теперь положительный пример, когда люди были в отчаянных обстоятельствах, но они не отчаялись. И давайте мы посмотрим. Третья глава книги Даниила. Я не буду все читать. Многие из нас знают это повествование. Это положительный пример. Когда царь Навуходоносор сделал золотого истукана 30 метров, в вышиною на поле Диир был поставлен этот истукан, и было открытие этого истукана. Праздник, первый день представления этого истукана. Все были собраны, начальники там, князья и прочие, которые занимали высокие посты в его царство, они были собраны на открытие этого истукана. И там были среди прочих Сидрахмесах и Авденага. И было дано повеление. Когда все, вы услышите музыкальное орудие, там различные музыкальные орудия, вы должны пасть и поклониться этому истукану, который я сделал. Навуходоносор так сказал. А кто не поклонится, тот будет брошен в печь. Рядом стояла печь раскаленная. И вот зазвучала музыка. И все при звуках этой музыки сразу пали и поклонились этому истукану. Ну, повеление царя строго, надо это делать. Но три человека остались стоять, как три дерева, да? Три тополи на плющихе, говорят так. Вот они стоят и не поклонились. Сразу донесли царю, что есть три человека. Вот ты поставил царь их над делами страны Вавилонской. Это Сидрахмесах и Авденага. И вот они не поклонились. С 13 стиха читаю, это третья глава книги Даниила. Тогда Навуходоносор в огневе и ярости повелел привезти Сидрахмесаха и Авденага. И приведены были эти мужики к царю. Навуходоносор сказал им. С умыслом ли вы Сидрахмесах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь отныне. Если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, в то же час будете брошены в печь раскалённую огнём. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечал Сидрахмесах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскалённой огнём, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы, богам твоим, служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Трое юношей. На что они рассчитали, братья и сёстры? Вот печь, вот истукан, вот все люди поклонились, а они нет. И теперь, как бы, Навуходоносор даёт им ещё один шанс. А, вы не поклонились? Ну, можно было и сразу бросить в печь, потому что они уже не поклонились. Но он даёт им шанс. Вот сейчас снова зазвучат эти музыкальные инструменты, и вы должны поклониться. Если этого не будет, то, значит, вы уже будете точно брошены в печь. Друзья, на что рассчитывали эти молодые люди? Примеры были в Священном Писании, что Бог с кого-то спасал от огня? Примеров не было. Правда, было слово. Есть одно слово. Я не знаю, знали они слово это или нет. Может быть, и знали. Книга пророка Исаия, 43-я глава, 1-й стих. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебе Аяков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, я искупил тебя, я искупил тебя, нашёл тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит тебя». Вот как бы одно обетование с ниги пророка Исаия, оно было. Может быть, они его знали, может быть, они его не знали. Но когда царь сказал, что вы сейчас должны поклониться, они сказали, нет, царь, мы поклоняться этому твоему идолу и богам твоим не будем, потому что Бог наш, которому мы служим, Он силен спасти нас от печи. «И от руки твоей царь избавить». Друзья, они знали, что они будут избавлены? Они не знали этого. Примеров не было. Было только обетование. Относилось ли оно к ним или нет, я думаю, что они не знали этого. А примеров не было. И вот печь, и вот истукан, и вот гневный царь. И вот теперь им даётся шанс ещё раз поклониться. И они сказали, нет, нам нуждая отвечать. Бог, которому мы служим, Он силен нас спасти от огненной печи. И от руки твоей Он силен нас избавит. А если даже и не будет этого, то есть они не знают, что будет с ними, то мы твоим богам поклоняться не будем служить, им не будем. Ну, естественно, конечно, но ходоносцы он не привык, чтобы им перечили. Ему никто не перечил. А эти сказали против. Написано, что вид лица его изменился. Он в сильную ярость пришёл и сказал, в семь раз разожгите сильнее эту печь, и самые сильные воины, бросьте их туда. Друзья, их связали и повели туда. И я думаю, что эти воины, которые их вели туда, они прикрывались их телами, потому что кустью печи они повели их, потому что печь была разожжена очень сильно. И мы своим телом чувствуем 50-60 градусов, нам уже горячо. Я думаю, что когда этих юношей повели, они почувствовали этот жар 50-60 градусов. Но когда они стали ещё ближе приближаться, наверное, у них было удивление. И мы об этом спросим у них в царстве. Слушайте, а когда вас вели, вот вы почувствовали жар? Ну, почувствую. А когда ещё ближе к самой печи, что дальше? Я думаю, они скажут, а дальше что-то температура не повышалась. А когда вас бросили туда, что вы чувствовали? Знаете, температура пламени, может быть, не знаю, чем они там эту печь разожгли, но температура пламени от примерно, ну, я так не точно скажу, где-то от 300 до... Больше? Нет, от 300 до 1000, ну, чуть больше 1000. Ну, в общем, давайте так, от 300 до 1000 градусов температура пламени это была, а человек уже чувствует 50-60 градусов, уже горячо. И вот их туда бросили, и они попали туда. Те люди, которые их толкали, они погибли. Пламя огня их убило. А эти там? И написано, что Новоханоносор поспешно встал, и он сказал, не троих ли мы бросили туда? Да, так, троих. Ну, вот среди них, ну, вот их четверо, и последний, похоже, на Сына Божия. Друзья, я не знаю, кто это был последний, я предполагаю, что возможно, что это, вам говорят, Сын Божий, ну, может быть, это был Иисус Христос, может быть, я ошибаюсь, может, это был ангел. Мы, когда придём на небо, мы спросим, кто же это был там с ними в печи. Но, друзья мои, они не сгорели. У них сгорели только верёвки. И когда он изумился, и подошёл к печи, сказал, выходите, и они вышли оттуда. И даже не почувствовали, у них верёвки сгорели, но платье их было, одежда была цела, запах огня от них не было. Бог их избавил. Друзья, у них обстоятельства были отчаянные, абсолютно отчаянные обстоятельства. Вот смерть, они молодые, но смерть заглянула в их глаза, им суждено погибность сейчас здесь, может быть, в начале жизни или в расследствии своей жизни. Но они сказали, мы будем верны Богу до конца, Бог силен нас избавить, а если этого не будет, мы служить твоим истуканам, поклоняться им не будем, царь. И они прошли через это отчаянное обстоятельство, через этот огонь, и их вывели оттуда, и они остались целы. Бог, Бог чудес. Бог, который с ними, Бог, которому мы служим, Он силен нас спасти. И они служили, и были верны Богу до конца, и Бог их спас из этих отчаянных обстоятельств. Ну, это положительный пример. Братья и сёстры, друзья, как я уже выше сказал, я думаю, что в нашей жизни христианской у нас ещё будут отчаянные обстоятельства. Они есть, и они были, и они ещё будут спереди. Но Господь говорит через апостола Павла, когда вы попадёте в эти обстоятельства отчаянные, не отчаивайтесь. Я с вами. И вы знаете, у христианина любой исход из отчаянных обстоятельств, будь то избавление, как я уже эти все примеры прочитал. Три примера – они были примерами с избавлением. Или же не избавление, а летальный исход, может быть, в этих отчаянных обстоятельствах. Но мы знаем, что такое смерть. Смерть – это дверь, открывающая вход в Царство Божие. Поэтому любой выход или исход у христианина в отчаянных обстоятельствах, он хороший. Может быть, Бог избавит от этих отчаянных обстоятельств. А если не избавит, то предо мной предстанет дверь, и она откроется, и я войду в Царство Божие. Любой выход, любой исход из отчаянных обстоятельств у христианина, он хороший. И пусть бы Бог благословил нас, чтобы мы, когда будем проходить через отчаянные обстоятельства, мы не отчаивались, но обращались к тому, кто силен изменить эти отчаянные обстоятельства в благоприятные, или кто силен провести нас через эти обстоятельства отчаянные и вести в Царство Божие. Пусть Бог у нас благословит, чтобы мы надеялись на Него до конца. Слава Господу за все. Аминь. Слава Господу за все.